Добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола, особенно болельщики Москвы и Калининграда. В прямом эфире самый запад России – Калининград, где на одноименном с городом стадионе все готово к началу матча 34-го тура МЛБ от первенства России по футболу среди команд первой лиги, в котором встретятся Балтика и Велес. Сегодня заканчивается этот сезон. Балтика спустя 25 лет, как известно, возвращается в элиту российского футбола. С Балтикой встречался в матче с Волгарем здесь, на стадионе Калининград в июле прошлого года. Штрафной подачи, удар, гол, Велес открывает счет! Велес открывает счет на 22-й минуте. Смотрим еще раз. Вот эта подача. Беспрепятственно мяч проникает в штрафную и номер 99-й – Геворг Саркисян. Вот свободную зону на правый фланг. Есть возможность развития этих атакующих действий. Справа есть поддержка, удар, поворотом. Мяч уходит на угловой. На возможностях поймать соперника на ошибках. И разместиться по своим местам. Пошла подача верхом. Но тут падение какое неловкое. И тут Галкибер молодец. За белую линию. За сегмент круга штрафной площади. Может быть вам это было заметнее более чем мне, как этот сезон подошел к своему завершению. И мы уже находимся от линии штрафной. Вот посмотрите. Заброс на Гидеона. И вот он здесь падает на землю. Было ли касание? Давайте посмотрим. Ну да, может быть сзади его и... Шум на трибунах! Удар! Галкибер! Выручает свою команду. А после таких моментов еще раз смотрим. Вот как здорово выбрал позицию. Потащил. Ребята на месте оказались. Выручили. Балтийцы. Хороший заброс. Мусаева. Удар поворотом в лед. Чуть выше цели. Еще раз посмотрим. Вот его тут уже накрывали. Точно не скажу, удалось ли помешать в этой ситуации Мусаеву. Ну да, немножко так. Не случайно. И контролируют, и караулят опасные выпады Балтика в атаке. Вот сейчас верится. Надо сдержаться. Но этого не получается сделать. И Балтика сравнивает счет в этом матче усилиями Даниила Кленкина. Забивает в сегодняшнем поединке. Все было для него сделано. Вот передача от Мусаева. Ну и здесь только не промахнуться. Как говорится, шайбе уже некуда было деваться. Счет становится 1-1. И все крайне справедливо. И все по-божески. Инспектор поединка о составах. Да, то как-то мы начали не с того. А вновь в атаке Балтийцы. И Мусаев близок к завершению. Обыграл вратаря. Попадает в штангу. Еще раз смотрим. Вот подача. Передача за спину защитников. Вновь она проходит. И вот борьба Мусаева. И вот его последний удар. Глядя на ворота, он понимал, что ничего не остается. И нужно только направить мяч в цель. Кленкин набрал штрафную площадь. И вот здесь столкновение очень неприятное. Кузнецова и Мусаева. Вот подача от Кленкина. Пошла борьба. И вот здесь неприятное столкновение. Очень неприятное. И Мусаев оказывается на газоне. Сейчас добавить есть шансы. Балтика. Длинный заброс на Мусаева. Мусаев достанет этот мяч. Против него соперник. Мусаев может сыграть один в один. Передача на партнера. Еще один удар и гол. Это Александр Осипов. Здесь все объяснимо. Посмотрите. Велес всей командой пошел вперед. Длинный заброс за спину защитникам. Мусаев принимает этот мяч. Обманное движение. И выкатывает точно на ногу Пряхину, который спокойно выкладывает, закладывает этот мяч в дальний верхний от голкипера. Кузнецов пытался сократить угол обстрела. Сыграл сейчас спокойно. Но вновь Гузина на стыр налезет вперед. Против него Никитенков. Есть передача. Есть удар поворотом. Гол. И в итоге арбитр показывает, что этот гол отменен. И вот давайте поглядим. Вот получает мяч Гидеон. Выдает его на Баркова. Барков, возможно, коснулся рукой. Возможно. А, возможно, мяч получал уже в положении вне игры Гидеон. Как мы видим по итогу. Гузина. И рядом пролетает практически все. Он забил именно осенью. Итак, заканчивается сезон, уважаемые любители футбола. Сезон большого футбола в Калининграде закончен. Равно как и в других городах России. Продолжение следует...